На первый перерыв команду уходили, так и не открыв счет. Первую шайбу в ворота соперника соровчане отправили во втором периоде. Следом за ней полетели еще две. К концу второго периода табло показывало 3-0. В третьем периоде соровчане темп не сбавили. Спартаку удалось забить только одну шайбу в последние минуты игры. Вышли максимальный состав. У нас не было только Влада Парфенова сегодня. Он играет за студентов. А так все максимальный состав показали, что люди готовились, хотели. Бронзовые призеры чемпионата. Где-то вратарь подвыточил, где-то сами все забили. Ну и у Павлова, конечно, не хватало 2-3 человечек, студентов, которые ключевые игрочки. Поэтому такая игра. Это была вторая встреча Сарова со Спартаком в плей-офф. Первую встречу на выезде соровчане тоже выиграли со счетом 2-3. За 40 секунд до конца забив решающую шайбу. Как признаются сами игроки, весь этот сезон был достаточно сложным для них. И только финальная игра в полной мере показала, на что способны наши хоккеисты. Было много поражений в сезоне. Хорошо, что в плей-офф закончилось так, что заняли третье место. Получилось у нас это сделать. Не прошли в полуфинал, обидно, конечно. Соперник хороший, но у нас было, может, больше всего нежелания, возможностей победить. Играли дома свои трибуны, болельщики. Большое им спасибо. Помогали нам. Гнали нас вперед. Вот, получилось победить. Тренировки у Сарова будут проходить до конца апреля. Затем команда уйдет в отпуск. Насчет следующего сезона ясности пока нет. Екатерина Пенова, Евгения Шевцова, Александр Мальков. Служба новостей Саров-24.